Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара это мое учение о Боге радость вечного развития. В данной теме речь идет о том, что когда человек развиваясь вечно смотрит на именно структуру радости Бога, когда он, имея вечное развитие, передает данную радость ему именно человеку, то мы любые, например, плоскостные системы, внешнее восприятие, предположим, когда смотрит человек на Вселенную, то он может обнаружить, вообще говоря, некую такую зерниструю структуру реальности, где каждое зерно это есть элемент создания объема пространства. Вот здесь объемностью именно является чувство радости, то есть вот если смотреть на Вселенную от себя, то чем дальше человек распространяет свое сознание, тем он большее чувство радости может получить. В данном случае структура сознания как бы сталкивается с зернистой, так скажем, структурой объективной внешней реальности, но вот эта вот зернистость или, так скажем, пластовость или некая внутренняя структура реальности, да, это есть то же самое, что есть в душе у человека, но принадлежит именно личности человека, то есть душа как олицетворение личности в данном случае показывает фактически самую себя, но как только сознание отдаляется от физического тела. И получается, что вот структура радости и вечного развития принципиально имеет значение то, что именно радость развития, радостное ощущение, это есть то, что формирует следующие задачи, причем позитивно и правильно. Вот понятие радости в данном случае это как все-таки каноническая система правильного развития, так звучит вот в данной теме, данное управление. Поэтому, когда мы рассматриваем именно действие Создателя, то есть действие Бога, который показывает, как создавать, да, в том числе, здесь мы видим, что в действии его радость проявлена тем, что он действует, например, для людей, да, внешнее пространство, внешняя Вселенная для людей, это тоже радость их развитие. То есть здесь видно, что в оптическом выражении действия Бога получается, что он показывает все время именно структуру вечного развития, при этом в личностном плане. То есть если здесь задастся вопросом, например, каким образом человек формирует, ну там, свои психологии восприятия, да, свое сознание, то получается, что формирование происходит на чувстве радости, причем на том чувстве, что следующий, как бы, интервал в пространстве, вот радости, да, то есть радость, как пространственная величина здесь выражена, он формируется и Богом, и человеком. То есть сначала человек видит свою собственную структуру радости, именно в вечном развитии. Я вот все-таки разбираюсь в данном случае, как бы, механику этого явления в физической реализации. То есть рассматриваю отдаленную Вселенную и беру какой-то сегмент и говорю, что в первой итерации восприятия радость человека, дальше уже идет радость и Бога, и человек. Вот каждая следующая итерация наращивает именно радость Бога. И получается, что чем дальше сознание человека продвигается, тем он четче видит именно структуру формирования реальности Богом, при этом так, что человек начинает видеть себя в бесконечном удалении. То есть радость это сверхскоростное чувство, где вы можете видеть себя в радостном восприятии. И получается, что вечное развитие в таком, как бы, уровне, что ли, такой конечной величины, как пространство, выражено в том, что создание человека для Бога это тоже радость. Получается, что человек приходит к этому за счет того, что он просто смотрит на пространство. И исходя из этого, например, там лечение каких-то тяжелых заболеваний, вообще даже каких-то локальных, это есть радость будущего излечения и радость действия по излечению. То есть в данном случае будущий процесс и текущий совмещены именно в понятии радость. Получается, что именно технология вечного развития подразумевает наличие в логическом выражении величин, которые одновременно охватывают как бы многообразную систему восприятия. И будущее, да? Будущее излечение и настоящее. И получается, что в вечном развитии структуры управления, они видоизменяются по структуре, например, дальнейшего доступа. То есть чем дальше мы имеем доступ, тем более видоизменены понятия. Например, через миллиард лет событийная структура имеет более уплотненную структуру восприятия человека. То есть констрация там радости настолько высока, что чувство радости воспроизводит, например, там энергию, да, материю. И получается, что мы можем работать через чувство, как через структуру управляющую, созидающую, создающую. То есть достаточно ввести чувственный уровень управления, например, чувство радости от вечного развития, да, и мы получаем само вечное развитие. То есть наше желание формирует будущую структуру бесконечного развития. И получается, что ведь в жизни так и устроено. Человек в уровне, ну, как бы логической реализации, он всегда имеет обычный, например, в том числе, как бы бытовой план развития, где бытовая часть, она все равно не отделена от макрочасти, от макровселенной. Потому что вот, например, сказать, где граница для сознания человека между человеком и там внешним макрокосмосом, кто-то может, например, поставить границу где-то возле себя, а кто-то начинает думать от физического тела, да. И вот в бесконечном развитии, в вечном развитии элемент мышления, он охватывает не конкретную часто точку, а часто многообразные понятия. Это имеется в виду, что человек, вселенная, взаимоотношения людей, то есть чувственные, пространственные понятия начинают пересекаться. И здесь, получается, следующий элемент управления, фактически, в будущем бесконечном, что человек за один уровень восприятия, фактически, решает практически все вопросы. И вот он может решать вопросы именно на чувстве радости в вечном развитии. То есть осознание того, что это и есть вечное развитие, доставляет ему радость, во-первых, как бы внешняя, да, информация, ну, как бы не внешняя среда доставляет радость, в том числе от того, что на это, например, может и действует так, как действует Бог. Это его личная информация. И получается, что человек своим восприятием создает материю. Так и делает Бог. Он тоже восприятием создает материю, ибо его восприятие часто это и есть физическая материя в том числе. И получается, что мы можем за счет формирования именно радости вечного развития решать достаточно оптимально текущие ситуации, связанные как со здоровьем, так и вообще с реальным планом вечного развития. Потому что вечное развитие технологически, оно выглядит так, что существуют задачи локального развития, например, там, ближайшие часы, дни, там, да, десятилетия. Но, вообще говоря, в этих задачах существует всегда задача именно вечного развития, где нет окончания развития. И получается, что человек одновременно решает, как, в общем-то, ну, в большей степени линейную, или там, текущую задачу, так же и решает задачу ту, которая, вообще говоря, изначально, она ему, в общем-то, может быть, не совсем известна в области технологий, да, управления будущими событиями, то есть ему не обязательно, вообще говоря, знать, что будет там через миллиард лет, но при этом он должен четко видеть и выявлять это вот зерно радости, то есть ту крупинку, так скажем, зерно, значит, которое посеял Бог, фактически, то есть то, что дает именно вот вечную жизнь божественную с уровня понимания человека, когда человек может на основе данного зерна, да, вырастить, как бы, внешнюю вселенную. Получается, он на уровне управления действует также, подобно Богу, он должен это зерно, как бы, перед собой растить, то есть у него, как бы, другого выбора вроде бы нет, то есть следующую систему реальности он должен воспроизводить, а тогда он должен, что делать, технологически овладеть своей собственной позицией в текущем времени, по крайней мере, управлять текущими процессами на ближайшие, например, там, десятилетия или, там, часы, дни, да, но, как правило, речь идет о десятилетиях всегда, как минимум. Дальше вы должны, соответственно, здесь делать управление такое, что дальнейший именно кодекс развития реальности зависит от того, каково зерно именно ваше, то есть что вы в бесконечности лично выбираете. Вот Бог ведь лично всегда сам выбирает, у него нет каких-то внешних критериев, да, указывающих, там, на выбор. Получается, что здесь стоит задача формирования той реальности, где критерий выбора определён лично вами, то есть здесь надо, получается, опознать себя, где именно лично ваше действие, потому что любое другое действие или связанное, например, с влиянием внешним, это есть действие, всё-таки, опознаваемое тем, что понятно, что внешнее влияние может быть признаком внешнего действия и сопоставимо с тем, что вы и поэтому выбираете какое-то решение, да, но выбор личного действия с точки зрения задачи, той именно, которую ставит перед вами Бог, это есть тот уровень, когда вы должны свою личность ощутить и увидеть как личность, ну, совершенно автономную, то есть действующую на уровне совершенно таком же, как показывает Бог с точки зрения именно радости вечного развития и увидеть, что ваша личность способна самостоятельно решать задачи вечного развития, то есть одно дело решать в коллективном уровне, но другое дело, есть радость, например, личная, есть коллективного плана проявления. Вот человек часто воспринимает личную радость отождественную с коллективным, ну там праздник победы, да, праздник какого-то действия и получается, что радость это все-таки чувство, содержащее и макроуровень, и, например, свою личностную концепцию восприятия. И поэтому в вечном развитии вот само чувство радости и вообще радость как понятийная или как событийная величина, события радостные, если они положительные, да, даже есть такой принцип вот формирование и в управлении. И получается, что мы имеем структуру, когда вот хорошие, положительные в смысле именно обязательно хорошие, потому что понятие положительного аспекта это уровень достаточно общий, но вот именно хороший, чувственно хороший, личностно хороший для человека, тогда получается человек способен решать структуру личного управления, выбирая все-таки из контекста, где он как личность проявлен в бесконечности. Тогда получается, что он должен формировать и ставить задачи сейчас. То есть формально и фактически на оптике управления как бы долгосрочно это выглядит так, что есть вот это светящееся зерно радости вечного развития в будущем, и вот структуры внешнего мира растут, потому что вы их строите. И чем дальше от вашего как бы управления находится, ну, внешний мир, чем дальше от вас вот эта вот система оптического освещения, тем проще и точнее можно строить вообще говоря будущие события. И получается, что здесь вы реализовываете очень простой технологический принцип в этой системе, что построив как бы на практически бесконечном удалении какую-то систему в структуре своего сознания, ну, например, ваши события, которые требуются там через час, два, три, десять дней там, десять лет и так далее. Вы берете, строите на именно том удалении, где вот это вот зерно радости, посеянное, например, Богом, оно светится именно для вас. То есть вы узнаете, что это зерно воспринимает ваше личное действие. То есть Бог дает именно для вас. То есть вы идете тем путем, который задуман и вами, и Богом. Радость это коллективное, в том числе чувство, где радость Бога не отделена от вашей радости. Получается, там нет границы в чувственном плане. И здесь вы, придя к этому уровню, переходите как бы на следующий уровень, где, ну, в общем-то, никакого, скажем, уровня информации, может быть, даже еще и нет. И вы в этом уровне строите свое управление. То есть радость это как несущая платформа, где сердцем, так скажем, да, данной радостью является любовь Бога к вам, и, например, ваша любовь к Богу в действии именно создания мира. То есть пересекающаяся форма любви — это и есть создание мира. Строить мир, потому что есть любовь, и отсюда идет радость, которая является технологией построения. Вот именно структура формирования радости — это и есть структура объединения как чувственного уровня, да, Бога и человека, так и, вообще говоря, точная технология построения как бы структурной формы событий, самих событий. И получается, что, если вот, например, задуматься, вот, если растет растение, да, и зерно обычное, и земное растение, то где проявлена радость, например, бытия, да, данного растения? В чем выражен уровень макроуправления? Так вот, здесь очень четко видно, что даже гравитационный принцип роста растения показывает, что растение, например, растет вверх, значит, в линейном, что ли, варианте, в пространственном радость выражена геометрически, то есть это вверх просто стремление к радости и есть путь. Получается, что также устроены те структуры, которые находятся на бесконечном удалении от зерна радости, идущего от Бога. То есть, строя геометрически, вы получаете многомерные понятия. Там одна линия соответствует комплексу событий. Таким образом, вы учитесь формировать время бесконечного развития самостоятельно. В этом случае вы просто навсего строите фактически саму информацию, так скажем, да, саму материю, и стараетесь делать так, чтобы данное построение было всегда оптимальным, в общем-то, спокойным, да, и вы делали это совершенно осознанно, четко, не торопясь. То есть, построение в бесконечном времени, почему оно достаточно часто простое? Потому что вы не имеете помех. И когда вы начинаете построенную конструкцию уже привносить сюда, то получается, во-первых, вы оставляете след правильного строительства. То есть, вот эта вот линия вытягивается к вам, где события начинают расти. То есть, зерна радости разбрасываете уже вы. То есть, вы строите путь к себе, получается, да. И уже отсюда привнесенное свободе как бы жестко фиксируется в нужную точку, как бы в шкалу времени, да. И получается, что данная шкала времени часто объявлена изначально Богом. Вы начинаете видеть, где время Бога. И когда вы эту шкалу, причем она выглядит, вообще говоря, линейно просто, как линейное свечение с конкретными параметрами, войдя в жесткую фазу времени Бога, можно видеть очень жесткую связь всех событий с каждым. И вообще говоря, последовательную связь или там какую-то с элементами прошлого времени или будущего, получается, что вы видите, как вообще понятие времени строит Бог. То есть, вы начинаете видеть, что есть величина вне времени, и данная величина называется радость, в том числе. И вы начинаете понимать, что как тогда построить событие обязательно. То есть, бесконечное время, это есть время для построения любого события. Как только вы начинаете эту величину понимать, она выглядит информацией, как вот просто золотистое свечение, да, такое, достаточно яркое. И вы начинаете видеть, как создается цвет и свет радости. И вот этот золотистый цвет изначально, да, или там серебристо-белый, или как вы хотите его видеть как-то по-другому, но, конечно, не темных тонов, вы можете получать преобразование пространства в вещественную часть и, например, там умозрительную. То есть, как строится пространство цветом, почему материя одна отделена от другой. И вы вполне можете видеть, что сам процесс построения мира, это технологический, вообще говоря, процесс, зависящий от структуры вашего сознания. Тогда получается, что вы можете войти в любую структуру, там, любого органа, ну, нормировать, да, или там его вырастить заново, или там воскресить можете, и так далее. То есть, можно решать любые, вообще говоря, фундаментальные вопросы организации реальности, потому что вы знаете, как распределить цветовой спектр радости, фактически, вечного развития. Ведь именно понятие вечного развития, это все-таки тот бесконечный путь, который проходит и человек, и Бог, там, и любая система, по сути, внешней реальности. И вы начинаете видеть, что данный путь, он, прежде всего, направлен на то, чтобы вы познавали свой собственный путь в радости. То есть, это не просто, как бы, технология для того, чтобы сделать, да, управление, а еще и для того, чтобы вы радостно развивались. То есть, чтобы у вас была счастливая, здоровая жизнь, и так далее. То есть, чтобы вы имели реальные события, радостные еще и от Бога. То есть, Бог, видя, что вы выполняете задачу, поставленную им, тоже имел радость. Другие люди тоже имели радость. То есть, получается, что это еще и величина, как бы, маркирующая или определяющая правильный статус макрособытия. Поэтому в радости концентрация очень высокая. И получается, что здесь опознание именно структуры макрособытия, оно таково, что вы можете по структуре, ну, как бы, зерень радости, да, по излучению радости, определять, что в целом в системе все в порядке. И когда вы начинаете данный принцип использовать для каких-то локальных дел, например, посмотреть, как, вообще говоря, излучается свет там с микромира, да, то вполне видно, как микромир вообще влияет через макросистему на человек. То есть, где в микромире выражено вылично. Например, взять там какую-то молекулу, а учитывая, что, значит, выражение такое восприятие, что рост человека может быть и должен быть восприятие таким, как, ну, в общем-то, как он и есть, то увидеть себя в микросистеме, это значит создать следующий план в виде воображения, да, то есть создание собственного воображения, создание материи собственного мышления. И, исходя из этого, можно увидеть, что именно в радости можно создать оперативное такое быстрое мышление, где именно параметры мышления радостные, они не зафиксированы, например, на каких-то проблемах, и вы начинаете мыслить быстро, ну, скажем так, удачно, да, удача. Следующая характеристика уже событийно-чувственного восприятия, а дальше вы начинаете видеть, что, ну, понятие удачи, это, в общем-то, формируемое, конечно, пространство управления, тем не менее, она существует в виде информации, вот эта система, которая называется, например, удача, да, и от удачи становится радостно или от какого-то действия становится радостно и так далее. То есть, получается, что вы вполне можете здесь оперировать такими понятиями, как радость, удача, там, какие-то хорошие события, и здесь получается, что вы начинаете понимать вообще, как устроена личность Бога с точки зрения, например, физического развития. То есть, здесь, получается, констрация радости должна быть такой, что он действует, например, как, например, на всех, да, так и на себя, и при этом очи человека действуют так же. То есть, практически, вы получаете то, что, например, управление, например, там, цветом, да, звуком, управление, например, какими-то параметрами внешнего развития или внутреннего, это есть уровень, где Бог и человек в радости именно вечного развития, они друг от друга неотделимы. То есть, практически, это напоминает такой сюжет, что, ну, там, есть, как бы, система имеющих, например, те характеристики, как именно и внешнее, и внутреннее, и вечное развитие, и человек с данной системой, значит, начинает взаимодействовать. И, если это, ну, выразить именно, например, на уровне каких-то известных процессов, да, которые существуют, вот именно нужно, чтобы это было понятно, как вот некий макрокосмос, да, Вселенная. Ну, есть, например, скажем, ракета-носитель, да, и потом прикрепляется уже сам корабль, и вот они там выходят в космос, потом дальше траектории расходятся, но, тем не менее, параметры изначально заданные, да, существуют у, именно, самого объекта, да, у самой ракеты. Здесь получается, что вот именно структура внешнего развития по подобной, именно, что ли, системной ситуации может быть такая же, то есть, первичный импульс, он совершенно может быть однотипный, дальше полное свободное развитие. То есть, радость, это есть то объединяющее начало, что через структуру радости, по аналогии, можно, вообще говоря, диагностировать технику, например, законы развития технических систем часто очень четко определяют, если взять и наложить, как бы, экран радости. То есть, проще говоря, некую техническую систему взять и ввести просто в сферу именно информации радости. Совершенно четко проявятся все структуры проблемные, на имени, в общем-то, даже часто могут проявиться на, например, номере, да, или, там, могут проявиться на том, что, если мы рассматриваем, предположим, наименование изделия, да, какого-то технического, то мы вполне можем получить информацию просто с имени, да, и так далее. То есть, потому что имя, несущая конструкция, структура радости определяет норму событийных структур, даже технических систем. И далее мы вполне видим, что в том же примере, где, ну, скажем, есть ракета-носитель, да, и сама ракета, так скажем, то получается, что, ну, предположим, там, по типу «Бурана», да, если «Бурану» прикрепить к космическому кораблю маленькую какую-то ракету, то получается, что и «Буран» развивает свой трактор, и какой-то вариант там маленькой ракеты, да. Здесь получается, что если мы хотим данную систему разобрать в комплексе и понять вообще, как будет развиваться запуск, то мы должны видеть в будущем именно вот этот маркер радости. То есть, он находится на траектории физического полета. Вот структура радости в структуре вечного развития всегда находится в очень жестко закрепленном месте, по сути. И вот если мы, например, систему гравитации хотим понять с точки зрения того, как вообще управлять, да, гравитацией, то мы должны увидеть структуру развития процессов именно радости, но физическом проявлении. То есть, например, каким образом физическое тело одно, там, или другое, или третье взаимодействует, и найти закон, вообще говоря, выражения радости от взаимодействия в вечном развитии. То есть, чтобы знать, как геометрические объекты развиваются в будущем, или какие-то механические объекты, достаточно поставить задачу их совместного, но радостного и вечного развития. Тогда именно в векторном проявлении будут видны все связи, они будут достаточно просто понимаемы, и вы сможете увидеть их именно бесконечное развитие. А локальная часть — это проявление уже познания Бога. То есть вы очень четко можете увидеть, что Бог вам дает познание именно в их каких-то локальных характеристиках. Хотя в каждый объект именно заложено то, что объект может развиваться вечно. И вот здесь мы как раз подходим к тому, что как только мы рассмотрели элементы, например, воспроизведенного, то есть, например, технического уровня управления, да, какие-то технические устройства, Дальше мы видим, что человек, он также находится в уровне вне данной системы управления, то есть он руководит этой системой. То есть мы по аналогии можем определить, что позиция Бога и человека — это однотипная позиция по отношению к технике. И здесь мы можем понять, где вообще Бог дает знания, например, по техническим системам, по каким-то объектам строительства. То есть мы можем видеть, как вообще Бог показывает, как строить внешние системы. То есть откуда вообще берется мысль конструкторская, откуда мысль берется по построению той или иной ситуации, да, именно, например, по объектам внешнего окружения человек. И ясно, что как только мы платформу радости вечного развития подводим, для нас технические системы начинают выглядеть совершенно конкретно в том плане, как их вообще нужно строить, чтобы они не вредили человеку, имели сопоставимое вечное развитие. И здесь получается, что правильное построение внешней реальности — это дополнительно очень мощный фактор для, собственно говоря, самого вечного развития человека. Логически понятно, что когда техника не уничтожает человека, человек живет тогда, по крайней мере, за исключением одного фактора воздействия техники уже вечно. Если техника проблемная, то для вечной жизни человека возникают критерии дополнительных каких-то опасений, и он вынужден будет реагировать на то, что техника может причинить вредь. Получается, что для реального вечного развития человека факторы напряженности должны быть смещены, то есть устранены, и тогда получается опять структура радостного восприятия. То есть человек радуется, когда у него нет каких-то угроз стороны некой некачественной техники или построенной по законам иным, нежели именно структура вечного радостного развития. Ну, конечно, речь в данном случае идет о технике будущего, той технике, которая не может уничтожить человек. И далее, когда мы рассматриваем систему уже дальше, да, как бы построив так, ну, структуру логического мышления, что сначала мы рассматриваем некие следственные системы, дома, технические устройства, то, что человек может делать сам. Потом мы переходим в структуре, значит, в понятенном понимании, как человек может строить структуру внешней реальности, ну, например, там, земля, да, какие-то элементы реальности. И теперь мы уже постепенно начинаем осознавать, что наше сознание, значит, таким образом формирует структуру радости, то есть наше сознание уже радостно, потому что мы видим, что дальше уже идет создание человека. То есть мы понимаем, что создание человека нам становится понятным, что почему максимальную радость Бог испытал, когда именно как-то сам себя, в общем-то, подводил, то есть там такая ситуация, что для Бога также реальность развивалась именно в структуре радостного восприятия, и максимальная радость – это создание человека. То есть, когда вы к этому подходите, вам совершенно становится понятно, как вообще устроены органы с точки зрения Бога. Вот именно радостное свечение органа – это и есть каноническое правильное свечение. Это очень четкая система диагностическая. Вы вполне можете тогда дифференцировать, где измененный орган, где орган, который нужно там восстановить, и тогда можно, вообще говоря, наращивать достаточно мощное количество ткани. То есть то, что претерпело резекции, там, где были проблемы, ну, например, вплоть до больших масс удаленных, да, скажем, органов. И здесь вот, вообще говоря, виден совершенно четко вот этот смысл, что ушедших не должно быть, то есть люди должны жить вечно. То есть там совершенно четко ясно, что вот это как раз-таки нарушение закона обычного природы, мироздания, что люди, например, переходят как-то в фазу, да, там, биологического распада, или, в общем-то, претерпевают, как бы, уровень больше, скорее, сначала для сознания, да, перехода, где вот именно какой-то уровень биологической смерти. И когда мы выходим за фазу дальнейшего управления, то получается, что для сознания, вообще говоря, биологической смерти не происходит. То есть вот именно с точки зрения Бога понятие биологической смерти – это, в общем-то, все равно достаточно условное понятие. Там, где есть его вечное развитие, то здесь получается, что он претерпевает именно вместе с человеком, да, постоянно вот эту фазу преобразования. И почему вот Богу нужно, чтобы каждый человек жил вечно, потому что вот эта фаза преобразования, когда по сущности мир вечный, а как бы человек может находиться в ситуации, ну, никаких проблемных даже заболеваний, да, то получается, что Бог строит позицию так, чтобы, ну, таких, да, не было систем, чтобы была именно нормированная система вечного развития, потому что он как личность хочет, чтобы другие, во-первых, также развивались, и вообще говоря, ему нужно, чтобы это умели делать все, потому что изначальная радость, да, создания вот всего мира, да, точка как бы самосборки, самоорганизации Бога, она как раз-таки основывалась и вообще основывается на том, что в будущем все равно все будет иметь вечный развитие. То есть с точки зрения личности, когда человек начинает понимать свою собственную структуру создания, да, то он, получается, что видит, что он, вообще говоря, никоим образом не зависит, там, от силы тяжести, от каких-то там внешних процессов, типа, там, воздуха и так далее, он находится в структуре именно радости Бога, где вокруг себя организовывает, там, воздух, ту же самую силу тяжести и так далее. Ну, в принципе, в практике, например, управление телом, такие процессы, ну, в йоговской, предположим, практике часто бывает, что они могут длительное время находиться там, да, без питания, если они там развивают именно эту систему автономности, да, получается, что здесь ситуация управления, она в том и заключается, что человек создает, осознавая личность Бога, доступ, фактически, к управлению собственной личностью, то есть туда включается физическое тело, душа, дух, сознание, да, естественно, воспроизводство здоровья и так далее. Тогда будет дальше уже ясно, что событийная конструкция вполне, на самом деле, в воле человека, то есть он видит, каким образом устроена его собственная воля, да, его собственные события, то есть он начинает понимать вообще, какие связи между ним самим, между человеком и внешней реальностью с точки зрения, как бы, внешнего наблюдателя, то есть вне временной радостный аспект восприятия. Но когда он воспринимает себя радостно, он сразу же вкладывает позитивный смысл в будущее развития, то есть он начинает показывать, что будущее его изначально направлено на радостные волны вечного развития, то есть он начинает действовать так, как действует Бог, изначально направляя себя же самого, да, в лучшую сторону своего собственного развития. Но в данном случае я показал именно ту, в общем-то, информационно-оптическую конструкцию, где действие на себя можно сделать очень мощное, то есть увидев всю свою конструкцию управления. То есть вы фактически берете механическим путем всю структуру личности, переводите в фазу позитивного управления. Это, в общем-то, достаточно мощное управление. Одно из самых, на самом деле, мощных, потому что одно дело управлять линейными задачами какими-то, или там, частными, а другое дело взять и поднять, как бы, весь пласт собственной личности и взять и, как бы, радикально, там, да, улучшить позицию. Это разные вещи. И получается, что такую, в общем-то, конструкцию можно создать на именно чувстве радости, на понимании радости вечного развития, то есть понимание того, что вечное развитие действительно радостная характеристика. Ну, логически понятно, да, радостно развиваться вечно. То есть, и когда, как бы, это берется за задачу, например, да, технология, как бы, сами по себе уже выступает в виде конкретных, там, что нужно сделать сейчас, что нужно сделать в будущем. То есть вы попадаете в фазу выражения конкретных технологий, где технологии, как бы, самовоспроизводятся в зависимости от поставленной задачи. Одно дело, просто что-то вылечить или, там, улучшить, но не ставя задачу вечного развития, вы будете делать, конечно, но, в принципе, через макроспасение даже эффективно можно делать, но все равно существует некое ощущение локальности, да. Дальше, и действительно, в оптике, там, видны, ну, предположено, там, несколько десятков лет в виде оптического свечения будущих. Ну, а дальше-то, в чем проблема, то есть, вообще, в чем задача дальше? Всегда стоит такой вопрос перед Богом, да, и человеком. Дальше человек, по сути, задает Богу вопрос, как только он проходит, там, следующие, там, десятки лет, он спрашивает вообще, что дальше? Но Бог говорит, ну, что то же самое. Бог вечный, он показывает дальше вечное развитие, то есть, поэтому другой задачи не будет, все равно будет задача вечного развития. И лучше ставить задачу так, чтобы сейчас набирать технологический опыт, чтобы сейчас знать, что у вас есть уже сейчас инструмент вечного развития, а дальше уже тогда, вот именно макро-помощь, это значит, помощь другим, умение решать локальные ситуации, умение гармонизировать, умение, например, решать текущие ситуации, это все равно есть радость формирования события, и вот вечная такая динамическая радость вечного развития, и ваши события, когда они начинают сливаться, то есть, сочетаться на уровне действия Бога, других людей, ну, любого человека, вы видите тогда мир в целом, то есть, вы видите радость развития всего мира для всех. И получается, что тогда вы осознаете, там, ценность жизни, что она имеет максимально высокую ценность, настолько высокую, что ее, вообще говоря, нельзя уничтожить, если с этой точки зрения подходить, то даже и физически, то есть, вот, когда с этого уровня человек подходит, его нельзя уничтожить физически. И, тем более, да, там, какое-то, предположим, заболевание, значит, он может излечиться, главное знать доступ к структуре наблюдаемого мира, где вот именно наблюдаемый мир, это именно весь мир. Так же, как человек поднял свою личность, да, на структуре радости и смог, например, поставить или там сделать следующее управление, то есть, радикально изменить, да, может управление, или там полностью излечиться разом, или там вообще создать супермощную какую-то систему собственного развития. А здесь, когда он видит мир полностью в этом же аспекте действия, то приближение с нужной точки к этому миру дает ему вечную жизнь, причем обязательно, здесь он не может ошибиться, стоит только ставить и радость, и макроспасение, как бы, одновременно. То есть, точка маршрут сам, да, определяется фактически тем, что в аптическом выражении, вот, есть весь мир, тоже поднятый, как бы, на рычаг, да, всеобщая радость в аптическом выражении, то есть, ваше сознание становится бесконечным в силовом именно контексте, и сознание держит всю макрореальность, весь мир. Так же делает и Бог, Он как держит же макрореальность, в том числе и для себя, вот, если вдуматься в вопрос, Бог держит всю реальность, но Он же и в виде физического тела человека, да, где-то ходит, например. И получается, что когда Бог находится в каком-то месте, то Он же все равно в какой-то фазе сознания формирует всю реальность. Значит, сознание человека устроено подобно, и, естественно, человек может держать всю структуру реальности. Я вот показываю конкретный путь, как это сделать. Надо формировать структуру радости вечного развития всего мира, причем именно желательно сначала формировать, а потом уже воспринимать. Но бывает так, что восприятие — это есть формирование, это зависит от типа личности человека. И здесь вот как раз видно, что разный тип личности имеет разный подход к структуре мира. И когда Вы начинаете это видеть, то видно, что бесконечное развитие, то есть развитие цивилизации, бесконечное время, по сути, это коллективное действие при макроконтроле всего мира. И когда Вы видите этот макроконтроль как критерий развития радости мира, то Ваша задача опять же понятна. Вот чтобы радость мира, то есть позитивное, хорошее развитие мира, значит, воспроизводилось как, значит, ну, в общем-то, некая задача для Вас, то достаточно вот эти вот кольца или там линии радости взять и выбрать себе какую-то работу, да, в этом интервале. И спокойненько развивать к себе, тянуть радость мира к себе. Когда Вы начинаете это делать, то Вы получаете устойчивое управление. Во-первых, почему? Что Вы работаете с информацией радости, то есть это, в общем-то, упрощенная, ненапряжная работа. Потому что радость, она и есть радость, там, не надо сильно напрягать, чтобы ее там построить. С другой стороны, Вы начинаете, как бы, видеть, что радость начинает Вас наполнять, то есть мир дает Вам радость. Ну, действительно, да, так часто, логический мир и дает радость. Потом Вы видите, что радость может давать другой человек, видите, тогда чем ему помочь? Человек, которого Вы любите, можете, там, сделать управление, да, по его вечной жизни, потому что Вы, значит, дальше видите, что Вы любите, по сути, от Бога, все-таки, реально всех людей. То есть есть такой уровень, когда, кажется, человек, любовь ко всем людям проявляет именно в действии. Как только Вы до данного уровня доходите, то понятно, что, значит, можно исключительно любить только одного человека, там, предположим, а при этом макро-любовь, вот эта вот радость всеобщей любви, это есть Ваше действие. Ваше действие, то есть Ваше действие, просто любое, там, на бытовом уровне и так далее. Когда Вы начинаете совмещать эти понятия, то получается, что Вы осознаете собственную личность именно в любви, там, к другому, к другим. И тогда будет понятно, почему Бог проникает, да, в этот физический макро-мер в виде физического тела человека, потому что Он действует, вообще говоря, так же. Значит, получается, что когда Он проявляет любовь, Он просто на себе определяет путь, где Ему находиться в данное время, там, да, и в каком конкретном месте в физическом теле, например, человек. И учитывая, что Бог того, Он и может быть только в физическом теле человека, то получается, что вся внешняя конструкция жестко замыкается на его сущность, и тогда будущее, тем более, является бесконечным, потому что какая разница, там, физическое тело, оно и есть физическое тело человека. И, значит, получается, что любой другой вполне может развиваться вечно, то есть человек просто начинает понимать структуру так же, но как бы он просто подходит наоборот, он из локального уровня, да, своего мира старается выйти на макро-мер, а в то время как Бог делает, как бы, внутренний вход, да, в систему управления в виде физического тела. И вот когда они, например, пересекаются, ну, предположим, там, Бог осуществляет вход в какой-то момент внутрь системы, да, а человек хочет посмотреть извне на уровне сознания, то возникает радость соединения сознаний, где сознание – это и есть физическое тело. На уровне логики это выглядит, ну, все равно, что, там, человек позорвался с Богом, там, за руку, например, да, а когда мы начинаем анализировать, где есть вообще разница, да, вот, Бог воспроизвел тело человека, так вот, радость встречи, радость того, что человек находится возле Бога – это и есть разница в телах. Дело в том, что вот таким образом и создается материя, каждый элемент от другого отличается именно тем, что есть радость взаимного восприятия, и получается, что вот критерий радости – это есть многообразие мира, мир изначально построен на чувстве радости, на реальной любви, и получается, любви Бога, любви, там, всех элементов мира, и получается, что когда мы начинаем видеть вот эту конструкцию, то здесь достаточно, как бы, мысленно понять, вот, где взаимодействовать с Богом, чтобы получить чувство радости, ну, то есть, проще говоря, там, как, там, ну, условно говоря, там, мысленно поздороваться, или, там, реально, или как его воспринять, да, зрением, или как понять его задачи, и чувство радости – здесь определяющее понятие, радость – это и есть путь к нормальной жизни, да, вот, в молитве человек определяет именно такое состояние, или, там, в управлении, получает именно норму, потому что именно вот это чувство, ну, свободной радости – это чувство свободного внутреннего радостного развития, весь, как бы, мир, когда рассматривается, как уровень, где вы внутри мира идете к Богу, получается, то есть человек еще вынужден локальный, получается, мир преодолевать, чтобы выйти на макро-уровень Бога, и когда вы начинаете данную конструкцию, видеть, как конструкцию, ну, собственного управления, то понятно становится, где вообще Бог вам помогает, а где вы можете самостоятельно. Бог там вам тоже, конечно, поможет, но тогда, там, где вы можете самостоятельно, вы осваиваете ту технику, которая заложена для данного пути, да, почему существует такое многообразие явлений мира, и получается, что, когда мы говорим, ну, например, о других позициях, да, не только о радости, о каких-то других системах управления, восприятия реальностью, то получается, что многообразная именно ситуация, да, в управлении, именно идущая от Бога, от человека, это есть тот уровень вообще личности человека, где человек, прежде всего, осознает себя и как уровень фундаментальный в этом мире, да, и как уровень совершенно открытый, часто вот именно в бытовом, как бы, автоматизированном каком-то действии, человек считает, что, ну, достаточно просто что-то делает, и одновременно, на уровне радости, вот, сверхсложная, сверхпростая система действия человека, это есть единое действие, то есть, он начинает понимать, как вообще Бог, делая какое-то, например, простое действие, да, совершает вот эти вот все макро-дела, например, да, то есть, он начинает видеть это, потому что, тогда, когда, когда вот он именно рассматривает позицию радости, он начинает видеть именно такое объединяющее действие, да, своего сознания, где сознание радостное позволяет конструировать мир, то есть, собирать мир в уровень, вообще говоря, созидательных величин, то есть, в данном случае, через, ну, как бы, уровень, что ли, управления через радость, можно взять и просто на все, как бы, делать такое вот сжатие в оптическом выражении структуры мира, физического, информационного, чтобы отрицательные характеристики просто его не касались, то есть, сверхконцентрация радости, чисто, в общем-то, такое механическое, в прямом понимании, управление, вы берете, отделяете структуру мира и, как бы, какой-то торнадо проходит мимо, да, катастроф какой-то нет, то есть, в данном случае, работа с миром, это есть работа по именно выделению, как бы, изначально из себя фракции, как бы, радости в управлении, затем перевод в структуру событий, ну, там, как я сказал, сразу диагностическая картина может быть ясна, и вы можете уже строить мир, получается, и в сверхотдаленном уровне, и в совершенно приближенном, то есть, вы попадаете в точное время управления, и начинаете просто работать с образами, вот, понятие радости, это все-таки часто работа с образами, есть образ радости, да, образ, вызывающий радость, и так далее, поэтому, здесь очень упрощены системы, как бы, такого, ну, модельного, что ли, управления реальности, то есть, вот, земной шар, там, взяли и изменили будущее, взяли, там, отделили структуру от некого негатива, все, у вас события, действительно, вы можете влиять на макро-уровень развития мира, не допустить какой-то катастрофы экологической, защитить какого-то человека от какой-то проблемы, возможно, ожидающей, при этом двигать целыми массивами информации, то есть, например, целый, предположим, дом, да, или там, какой-то действий, вы берете там, и выталкиваете этот дом в пространство, где нет проблем, и, как бы, путь человека берете, как бы, и переводите в структуру, где он не имеет проблем, и все, вокруг него рассеяли события, все, дальше он не попадает в проблемную ситуацию, но вы при этом работаете не просто там с жестко фиксированной системой, да, в данном случае вы можете огромное количество переносить информации, потому что именно позиция радости, это позиция все-таки в том числе часто легкого, то есть более простого управления, чем другие величины, и когда вы начинаете видеть, что это удается, да, у вас возникает реальное, так скажем, но с точки зрения ваше восприятие, радость вечного развития, вы видите, что вечное развитие действительно реально, что вы можете его даже вот воспринимать на уровне, ну, как бы, идентификации ощущений, да, человек воспринимает, когда некоторое явление, ну, попадает в определенные, как бы, в его рамках, в рамках человека, понятный, как бы, кодекс восприятия, то есть в некоторых случаях говорит, да, это правда, потому что вот именно так вот, так и должно, ну, как бы, быть воспринято то, что является правдой, и когда вот вы начинаете вот по такому уровню воспринимать именно радость к вечному развитию, вы начинаете уже с сердцем, видеть душой, естественно, да, всем телом, что вечное развитие действительно реальная величина, и кроме того, что аналогически реально, то есть человек, который обладает управлением, может себя там остановить, да, создать условия для вечной жизни, омолодить и так далее, но в данном случае вы еще видите и ту реальность, которая существует просто как информация будущего, и вот когда вы начинаете уже переходить в эту информацию будущего, то вы именно действие, реальное действие Бога, всех людей, как бы, очень мощную систему управления, ну, фактически силы, да, переводите на реализацию своих собственных событий, вот рычаг управления у вас становится вообще бесконечно мощным, тогда ясно, что поставив просто логически поставить задачу вечной жизни, вы уже решаете ее, и, естественно, тогда решаются все события, потому что в вечной жизни вы должны обладать технологиями, значит, вы должны из этой информации взять управление, принести, например, сюда, в точку управления, и все-таки решить, да, управлением. Таким образом, на данной именно теме радость вечного развития вы можете вполне построить многообразный инструмент, многообразный аппарат управления, и достаточно, как я сказал, мощный, который обладает реальными средствами в реальном времени влияния на реальность, в том числе на физическую реальность. На этом я сегодняшний сценарь заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok